И всем привет, ребят! С вами Старбайк. Я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очередному очень интересному топу, который вы просили меня записать. И сегодня вместе с вами мы обсудим модуля. Выскажу свою точку зрения по тем модулям, какие стоит на сегодняшний момент времени в первую очередь покупать. Сейчас грядут большие скидки 50% на Черную Пятницу, которые начнутся уже буквально через несколько дней. Ну и этот топ поможет вам определить, какие резисты лучше приобрести из того, что у вас не имеется. Я выскажу свою точку зрения, вы в комментариях, может быть, напишите свою точку зрения. Ну и мы вместе придем к общему мнению. Если вы ждали этот видеоролик и вам вообще нравятся видосы, связанные с топами, хотели видеть их чаще, то обязательно поддержьте данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого на сроке игры в аккаунтике установить имуличные так-так-типе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо резистов, то на сегодняшний момент времени это очень важная вещь с моей точки зрения. Да, и нужно отлично понимать, какие резисты стоит приобретать в первую очередь, какие резисты можно не покупать вовсе. Да, то есть, например, такой резист как AdminPauk у меня до сих пор на моем основном аккаунте не был куплен и прокачан. Я не вижу особого смысла в этом, да, то есть, если, например, мы рассматриваем маленький аккаунт, на котором открывается этот модуль и никаких других модулей до Маршалла нету, там смысл прокачки этого паука будет оправдан. И я, например, в свою очередь на бездонате своем 2.0 тоже этот модуль прокачаю в дальнейшем, так как у меня до Маршалла другие резисты просто-напросто не будут открыты. Но если мы рассматриваем резисты с точки зрения топа и с точки зрения того, какие пушки больше всего присутствуют в матчмейкинге и от каких пушек лучше всего брать резист, то если у меня бы спросили прямо сейчас, какие 4 модуля в первую очередь ты бы приобрел, то я бы взял резист от Скорпа, от Рельсы, от Магнума и резист от Шафта. То есть вот эти вот 4 резиста были бы приоритетными. Почему? Все эти 4 пушки являются дальнобойными, соответственно, на любом расстоянии, что на ближнем, что на дальнем, вы будете от этих пушек получать урон. Во-вторых, все эти 4 пушки встречаются практически в каждом бою. То есть, ну, я имею в виду все прям, вот все сразу. Практически в каждом бою все сразу эти пушки встречаются в матчмейкинге. Бывает, какой-то пушки определенно нету, но все равно в большом количестве что Магнумы, что Рельсы, что Скорпионы, что Шафты сейчас в ММе присутствуют. На, ну, я бы сказал, наверное, даже любом звании. На любом звании эти 4 пушки. Это прям вот то, что бесит, во-первых, больше всего. Во-вторых, то, от чего резист 100% поможет. Вот. Единственный резист, который здесь может игнорироваться определенными устройствами, это рез от Рельсы, да. Если там вы будете играть против крупнокалиберки, либо дестабилизации, которая наносит урон критическим выстрелом, то ваш резист не будет вас спасать, да. Но это из разряда того, что как бы там 50 на 50, но все равно я склоняюсь к тому, что этот резист тоже должен быть. Дальше. Из актуальных резистов. Резист от Страйкера, резист от Гаусса. Это вот два следующих реза, которые... И третий, наверное, даже вот. Резист от Молот. Да, то есть это три резиста, которые я бы ставил в следующий приоритет, который у вас должен быть. Почему? Гаусс, супер бесячая пушка, но сейчас в матчмейкинге не используется супер часто. Дальше. Страйкер. Так же самое. Супер бесячая пушка, только в большом количестве не используется. Молот используется в большом количестве, но есть устройства, которые просто-напросто так же само, как и резист от Рельсы, игнорирует ваш рез. И он просто наносит критический урон. Соответственно, резист уже становится неприоритетным. Ну и можно в этот же список четвертым резистом, да, как второстепенные, впихнуть еще резист от Грома. Пушка, которая наносит тоже колоссально большое количество урона, но на большом расстоянии, например, она не так сильно актуальна. То есть работает средняя-ближняя дистанция. Чуть-чуть выше среднего, может, даже тоже где-то в моменте. Но сейчас ее не супер сильно много используют в матчмейкинге, хотя есть устройства до сих пор, которые могут очень жестко наваливать. Поэтому первый приоритет у нас резисты Скорпион, Рельса, Магнум, Шафт. Второй приоритет резисты Гаусс, Гром, Страйкер и Молот. То есть вот эти пушки, которые так же супер часто используются в матчмейкинге, но с меньшим количеством и с меньшим приоритетом. Я бы сказал так. Дальше. Резисты от Рикошета, Твинса, Смаки. Что у нас здесь остается еще? Вулкан. Вулкан, наверное, третий приоритет. Вулкан, я не сказал бы, что он супер актуален. Вот как, например, Вулкан будет по резисту, по необходимости, как резист от Жиги и Фриза. Ну и от Твинса. То есть это те пушки, от которых ты можешь взять резист, но они нужны только в том случае, если других любых пушек нет в бою. Так как, что Жига, что Фриз, что Твинс, что Вулкан, вот эти четыре пушки, они наносят урон на постоянной основе, и они все равно пробивают резисты. Плюс, ко всему прочему, сейчас на все эти четыре пушки есть такое устройство, которое называется Пульсар, которое сбривает ваш резист в салат. То есть вы берете резист, но смысла от этого нет никакого, потому что проходит статус эффект, у вас наносится эффект пробития Эмми плюс падава, да, и что там еще кидается, да, сверху, и все. Да, то есть, и он вас моментально сбривает. Что Жига, что Фриз, что Твинс, что Вулкан. То есть, это резисты, не сказать, что прям бесполезные, да, но резисты, которые... Есть смысл только брать в том случае, если нет других пушек. То есть, если у вас только есть вот эти пушки в бою, то вот, например, вы запикались в катку 6 на 6, да, и у вас есть там два Твинса, есть там две Рельсы и два Скорпа. Тогда вы берете резист как раз-таки от Твинса. Ну, либо там вместо двух Твинсов, там, две Жиги, там, или Жига Фриз, там. Ну, то есть, в том случае, если у вас просто остается слот, да, тогда вы можете взять. Но это не приоритетный резист. Резисты Зида, Тесла, Рикошет. Ну, они, наверное, тоже такие же плюс-минус третьесортные, да, от которых есть смысл защиты, но эти пушки, во-первых, используют мало, во-вторых, эти пушки, от них стоит брать резист только в том случае, если в большом количестве в одном бою вы их встречаете, да. То есть, это третьи сортные резисты. А до того, что я сказал, Жига, Фриз, Твинс и Вулкан, это вообще четвертый сорт резисты. То есть, мы можем разделить все резисты на четыре подгруппы. Первый приоритет, Шафт, Магнум, Рельса, Скорпион. Второй приоритет, Гаусс, Гром, Страйкер, Молот. Третий приоритет, я пропустил Смоки, да. Третий приоритет, Смоки, Рикошет, Тесла, Изида. И пятый приоритет, Жига, Фриз, Твинс и Вулкан. Вот вам пять ступенек, от которых вы должны отталкиваться в зависимости от того, какие вам резисты нужны, насколько у вас позволяют кристаллы покупки этих резистов. Ну и акцент еще можно сделать, например, на использовании. Определенной пушки, чтобы у вас был резист от самого себя. То есть, например, если у вас единственная пушка фуловая, на которой вы играете Страйкер, то в приоритете вам нужно приобрести резист от самого себя, то есть резист от Страйкера. Если вы играете на Громе, приоритет резист от Грома. Если вы играете на Магнуме, приоритет резист от Магнума. Но Магнум и так, в принципе, самый приоритетный резист, который есть в игре. Постарался расставить все по полочкам. Что мы еще можем здесь добавить? Наверное, все. Броненосец, да. Я не сказал ничего про броненосца. В моем понимании, это первый приоритет. В моем понимании. Да, это очень дорогой первый приоритет. Но он того стоит. То есть, если мы берем во внимание 4 первых резиста, то я бы делал сначала 4 первых резиста. И уже сразу же после этого делал бы прокачку броненосца. Так как броненосец это резист от сразу всех пушек, от всех критов. То есть, грубо говоря, у вас резист сразу от всего имеется. И те ребята, которые мне периодически говорят о том, что нет смысла в броненосце, я с этим не согласен от слова совсем. Потому что каждая пушка наносит криты. И от каждой пушки этот броненосец будет вас спасать. Да, мы можем сейчас говорить, что много начинают использовать пульсаров игроки. И то, что это типа становится менее актуальным. Но я все равно склоняюсь к тому, что броненосец это тот рез, который является первым приоритетным после 4 резистов, которые я назвал. А именно, Магнум, Рельса, Скорпион и Шафт. Как-то так. Надеюсь, вам это видео поможет выбрать правильные резисты для прокачки в гараже. Все уровни разобрал. Пишите вы свои мысли по этому поводу. Что вы думаете по поводу резистов. Согласно с моей точкой зрения, с приоритетами, порезом. Возможно, у вас есть какое-то свое видение. Да, и вы не согласитесь с моим. Напишите в комментариях. Будет интересно почитать. Ну и желаю вам хороших, качественных скидочек. Покупочек грамотных. Да, и чтобы уже после этих скидок у вас были фуловые прокаченные резисты. При том, что сейчас цена прокачки их является не столь дорогой. Пишите все свои мысли. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписываете, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.